Сегодня, 19 января, у православных верующих отмечается один из величайших праздников Крещения Господни. Этот праздник установлен в память о дне, когда Иисус Христос принял Крещение в реке Иордан. Основной символ этого праздника – вода, которая имеет особое значение. Согласно преданию, раз в год вся вода на земле становится священной и обретает целебные свойства, будь то речной поток или белоснежный снег на поле. В храмах ежегодно проводится традиционное богослужение и освящение воды. Ранним утром в Натырбовском храме собралось немало верующих. Праздник Крещения Господня Мы сегодня слышали из Евангелия от Матфея, как Спаситель пришел на Иордан, креститесь. Это было в 30-летнем возрасте. И когда Иоанн, видя подходящего, то он сказал, что мне не достоит тебе даже сапоги снимать. Но Спаситель сказал ему, что ты должен совершить то, что должно было совершиться. То есть я пришел не нарушить, но исполнить закон. И когда он зашел в воду, то на него начал сходить Дух Святый. И Небеса ответвлись. И мы слышим вам, с вами, что Господь с Небеса сказал, ты и си сын мой возлюбленный, о нем же благоволимый. И сегодня мы в этот праздник, явление Святой Троицы, нам показывают о том, что мы освящали все воды. Это великое освящение воды, которое мы с вами совершаем только два раза в год. Это накануне вчера мы совершали на вечере праздник Крещения Господня. И сегодня в сам праздник по всему миру, мы знаем, о великое освящение воды совершается. Эта вода, это является великой святыней. Великая агияска называется. Великая святыня, которую мы с вами сегодня набираем, несем домой и ставим там, где у вас иконки, там, где у вас находится святыня. Вот. И тогда, когда мы принося домой ее, мы вкушаем от этой, то есть мы только натощак можем ее принимать. Не тогда, когда захотели, взяли, выпили, но натощак. Принимаем эту воду для того, чтобы мы с вами просяк у Бога прощения за все наши грехи, чтобы Господь благословил нас, а мы и очистил душу нашу от нашей нечистоты и исполнил всех земных благ. Всем его желаем, чтобы наше село всегда процветало, чтобы вы всегда были в достатке и чтобы Господь всегда слышал ваши молитвы. Когда вы не обращались к нему, то Господь всегда вы слышал. По окончании богослужения все присутствующие вышли на улицу, испытывая чувство восхищения и покоя после молитвы. Возле храма были расставлены ряды бутылок с водой, ожидавших своего важного ритуала. Священнослужитель совершил чин великого освящения воды. Хрищенскую воду пьют для приобретения сил и укрепления здоровья, а также ей окропляют дома. В заключении отец Андрей поздравил всех православных верующих с этим великим праздником. Всех, дорогие насельчане Кашхабльского района, поздравляю вас с праздником, с крещением Господним. Желаю, чтобы благодать Божия, чтобы в праздник, в открещении Господне всех хранил, охранял и покрывал вас. Потому что все храмы нашего района сегодня совершали великое освящение воды. В любом храме вы можете подойти, набрать воду, и в течение дня храмы будут открыты. Пожалуйста, все набирайте, потому что эта вода – великое освящение воды, которое совершается только раз в год. И она для того, чтобы мы могли с вами все оставить эту воду, чтобы мы могли ее пить натощак, и просить у Бога прощения за свои грехи, чтобы мы могли очистить душу свою, и чтобы Господь наш благословил и помиловал на всякие благие дела. Всех празднуем с праздником вас, с крещением Господним, дорогие. Желаю многое, благая летность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!